Всем привет, дорогие подписчики, ученики и все те, кто хочет хорошо играть на саксофоне. Сегодня мы с вами будем разговаривать о том пути, который проходит каждый из вас, и в тот момент, когда вам хочется играть лучше и лучше, что мы для этого применяем. У каждого свой путь, у каждого свои методы занятий и свое время для развития. И этот путь бывает очень тернист и непрост. Но когда вы оглянетесь назад, когда вы уже прошли что-то, уже что-то умеете, вы, естественно, улыбнетесь и скажете, как много я сделал и что я уже умею. Недавно, совсем буквально где-то полгода-год, участились случаи, когда ко мне обращаются ученики. И абсолютно приходят, занимаются год, два, пять, а то есть даже 20 лет. И с таким запросом, что и техника есть, и звук хороший, инструмент классный, микрофоны, все есть. Но что-то не то, что-то не устраивает. И, в общем-то, когда я их слушаю, записи, ну, в принципе, для ученика, который занимается там год, два или пять, в общем-то, качество хорошее. Но в душе-то я понимаю, чего не хватает. И именно понимаю, в чем запрос этого человека. Он хочет улучшить качество своего звучания. И об этом мы сегодня с вами будем говорить. Но вообще, вот как человек, играющий на саксофоне, и в том числе и профессионал, улучшает свое качество? Первое – это звук. Мы всегда работаем над звуком, постоянно. Даже я вот сейчас, занимаясь уже не один десяток лет, и с учениками, и сам, все равно держу это под контролем, какие-то играю упражнения специальные именно для звука. Первое. Второе – мы поднимаем технику. Или держим ее на том уровне, на котором она у нас есть. И это требует определенных задач, упражнений и постоянного движения. То есть ты в этом направлении не можешь остановиться. Какой-то минимум в ежедневных занятиях ты должен пройти, чтобы быть хотя бы на уровне, который был вчера. А уж если ты двигаешься вперед, то это и гаммы, и арпеджио, и специальные упражнения. И вот третье направление, о котором мы с вами сегодня будем говорить – это то, что дает нам манеру, как говорят музыканты. То есть я говорю сейчас о том, что мы хотим сыграть эстрадные вещи красиво и ярко, как задумал их автор. Это не всегда получается, потому что вы играете, бывают простые ноты, и за этими нотами, как правило, мы не видим, тот, кто не занимался этим, тех моментов, тонкостей, которые стоят просто за голыми нотами. Ведь что такое, например, восьмые в классической музыке и что такое восьмые в джазовой, в эстрадной музыке? Это совершенно разные вещи, потому что в эстрадной и в джазовой музыке присутствует у нас свинг. И вот мы, наконец, подошли к тому моменту, о чем с вами я говорил вначале. Это манера исполнения, та манера, которая дает свинг, дает правильную игру синкоп и дает правильную игру тех моментов, которые, в общем-то, должны звучать острее и ярче в любой даже эстрадной мелодии. Не важно, советского она периода, более позднего диска это или джаз, или джаз-рок, не важно. Все эти элементы присутствуют. Так вот, очень таким классным, я знаю, что многие занимаются, профессионалы, естественно, слушал как-то мастер-класс очень уважаемого джазмена, и он сказал, что до сих пор, ему там 70 лет, он играет этюды. Сегодня мы поговорим с вами о джазовых этюдах, о тех, которые мы будем с вами играть, и которые мы с вами будем доводить до того состояния, которое нам поможет играть в дальнейшем мелодии, уже в джазовой, в эстрадной манере, как это должно быть. Что такое джазовые этюды? Они бывают разные. Бывают, вообще, этюды, они бывают сами по себе, и классические, и джазовые. Так или иначе, они направлены на улучшение звука, на улучшение техники. И есть отдельная категория этюдов, которые объединяют все это вместе. И помимо техники, звука, мы играем большое количество синкоп, играем количество больших штрихов, которые необходимы, чтобы создать именно эстрадную и джазовую манер. Отличие, например, тех этюдов, которые я предлагаю своим ученикам. И на самом деле, хочу вам сказать, что я долго не решался заниматься это вот так в открытой форме, потому что думал, ну пойдет, не пойдет. Но когда мы начали играть со своими учениками эти этюды, именно те, которые я вам предлагаю, я заметил такую вещь. И мы поиграли этюды, потом как-то отложили, тут какие-то текущие вещи или там гаммы, играем все. И вдруг берем какую-то простую мелодию, вдруг ученик начинает играть уже в манере. Я сам смотрю и не могу поверить тому, что как он... Я еще штрихи не расставил, а он уже сыграл так, как вот он слышит ее, как она звучит. Но ноты написаны простые. Он взял и сыграл. И я вижу, что это начинает работать, тем более один, второй, третий. Я думаю, а почему бы не сделать так, чтобы вы тоже играли эти же этюды и повышали свой уровень в исполнении джазовой манеры. Эти этюды, которые я вам предлагаю, они написаны Лени Нихаусом. У него есть разные уровни. И ему большое спасибо за то, что он именно этим занялся. Сам он альтист, много лет работал аранжировщиком в оркестре Стэна Кентона, а это уже о чем-то говорит. Но самое главное, что он саксофонист. И он абсолютно точно понимает, что нам надо для того, чтобы играть в джазовой манере. И я сейчас, во-первых, хочу обратиться не только к своим ученикам, но не только к любителям, а в первую очередь, конечно, к тем, кто будет играть профессионально. То есть к студентам и ученикам музыкальных школ. Эти этюды для нас просто клад. И большое, конечно, спасибо за это Лени Нихаус. В чем секрет этих этюдов? Вот те, которые мы с вами будем играть. Абсолютно простые ноты. Там не надо технически прям быть подкованным. Но при этом есть синкопы и есть свинг. Они так выстроены, что вы абсолютно точно, играя, будете приобретать эту манеру. Вы скажете, а зачем мне эта манера? Зачем мне синкопы? Дело в том, что каждый этюд, а их около 20, направлен на определенный навык. Например, четверть с точкой. Она встречается постоянно, этот рисунок. Вы его играете. И когда вдруг в мелодии попадается четверть с точкой, у вас нет паники. Вы спокойно играете и идете дальше. То есть, если вы тратили на мелодию, я не знаю, 2-3 урока, будете тратить один. Второй момент – это, конечно, манера. Ее слышно, ее буквально видно. И ты понимаешь, как образуется такая вещь, которую не потрогаешь, не пощупаешь и не объяснишь на словах. Это называется свинг. Это то, что придает эстрадной и джазовой музыке тот шарм и то отличие от остальных жанров, которые встречаются у нас. В каких-то мелодиях вы встречаете триоли. И настолько они сложно преодолимы, что просто отнимают много времени. И каждый раз вы возвращаетесь к тому моменту, что как только видите триоли, у вас начинается либо паника, либо просто знаете, что будет тяжелый момент. Так вот, это пропадает, когда вы играете этюд, а там триоли, триоли, потом какие-то синкопы, простые ноты, потом опять триоли. И проигрывая раз за разом, вы понимаете, что когда это встретится в мелодии, вы спокойно играете и идете дальше. И еще один очень важный момент, который я заметил за своими учениками. Это то, что мы начинаем разговаривать на одном языке. То есть, если я говорю сыграть ноту так или иначе, ученик сразу понимает, играет, и у нас все идет вперед. Бывают такие вещи, которые решаются, я вам говорю это на полном серьезе, буквально одной синкопой. Правильно сыгранный штрих, правильная сыгранная синкопа, она повторяется, повторяется. И вот уже вся вещь у вас не то, что звучит, она, во-первых, играется моментально. Буквально недавно был случай, мы с учеником, я не там поставил штрих, он играет. И я слышу, что у нас не получается мелодии. И он перемещает штрих, тот знак, который я поставил на другую ноту, акцент, и мелодия пошла. То есть, вот такие моменты тоже случаются, но они приходят только в том случае, если вы четко знаете, как это делать технически, как это делать с амбушюром. Так вот, мы, когда с вами будем играть вместе эти этюды, я все это буду показывать и разбирать по молекулам, как всегда. То есть, это по факту наше с вами общение через этюд, в котором я буду разбирать каждую ноту. Вы много можете увидеть этюдов, выходит саксофонист, играет, ноты идут, но повторить на слух очень сложно, потому что нужно понимать технические моменты, технические, я имею в виду не пальцы, а именно работу амбушюра, как это все делается. И это я буду вам объяснять. Этюдов там около 20, и мы шаг за шагом, шаг за шагом будем с вами идти. Вы можете тратить на это время буквально 10-15 минут. Прошли два такта, сыграли, прошли два такта, потом соединили, склеили. Этого будет достаточно, чтобы в следующий раз сыграть эту строчку, перейти к следующей. И потихоньку вы войдете в этот ритм, и, естественно, не сразу, не через урок, не через два, услышите, как меняется ваша манера. Насколько становится красивее ваша мелодия, которая вчера сыграна. И я это видел, лица ребят, я расставляю штрихи, расставляю акценты, играют ту же мелодию. Она звучит совсем по-другому. То есть настолько классно, что появляется желание заниматься вновь и вновь. И буквально сейчас, через минуту, я вам покажу, в чем разница исполнения тех сложных моментов, которые бывают. В чем еще сложность? В джазе обычно не пишут, вот вы видите тему, и никто не пишет вам шестнадцатая, восьмая с точкой, как это принято. Именно для свинга вот этот ритмический рисунок особенно яркий. Просто вы видите восьмые, вы видите четверть с точкой или какие-то другие ритмические рисунки. Но, естественно, это все подразумевается. Как определить, что вот просто восьмые, и надо сыграть именно так со свингом? Вот мы с вами этим и будем заниматься из урока в урок. И вы постепенно начнете понимать, что восьмые в джазе, это не просто восьмые. Это те восьмые, которые дают вот это движение, которые дают свинг. Я вам могу сказать точно, что я, например, спрашиваю, что такое свинг? Я вот был на концерте Архиповского, знаете, такой на балалайке играет, классный музыкант. Так вот я вам могу сказать, что он свингует абсолютно точно. И он знает нашу с вами музыку абсолютно хорошо. У него есть наслышанность, есть понимание, как это делать с помощью трех струн. То есть вы понимаете, что, я не знаю, наверное, Ленин Хаус он не играл, но тем не менее, это у него присутствует. И я уверен, что это нарабатывалось не одним днем и не одним годом. И мы с вами этим будем заниматься постепенно. Главное, как говорится, начать. Причем, я могу вам точно сказать, что даже если вы занимаетесь месяц, занимаетесь два месяца, можете начинать спокойно заниматься этими этюдами вместе со мной. Даже если вы занимаетесь месяц или два, то есть вы практически новичок, вы уже можете смотреть в ноты, уже можете слушать и можете начинать играть. Но самое важное, то, что я привнес в эти этюды, я записал для вас биты. То есть это такое сопровождение, которое вы услышите буквально завтра-послезавтра выйдет первый ролик с первым этюдом. И вы услышите, что когда исполняешь под бит, как сейчас модно это делать, этюды звучат по-другому. И они звучат бодрее и веселее. То есть не такими сухими ты их слышишь под метроном. Хотя под метроном мы тоже будем заниматься. Но когда играешь под бит, это немножко другая история. Итак, давайте подведем итог и перейдем от слов к делу и начнем заниматься этюдами. На мой взгляд, и на примере моих учеников, и на примере моих личных занятий, опять же, обращаюсь не только к новичкам или те, кто уже опытные любители, и обращаюсь, конечно, к тем ученикам, которые занимаются в музыкальных училищах, занимаются в колледжах, занимаются в музыкальных школах. Чтобы понять и обрести эту джазовую манеру, совершенно необходимо играть именно вот эти этюды со штрихами, со свингом, с синкопами. Так вот, очень надеюсь, что это поможет так же, как и моим ученикам. Вернее, я даже в этом уверен абсолютно. Потому что сдвиг будет прям гигантский. Поэтому, друзья, жду вас в новых видео. Стабильно буду постоянно выкладывать эти этюды, чтобы вы, скачав ноты по ссылке, спокойно сидели и занимались 15-20 минут, 10 минут. То есть, сыграли эти определенные, назову прям музыкальные произведения, короткие, которые помогут вам играть лучше джазовую и эстрадную музыку. Итак, до новых встреч на наших с вами этюдах. С вами был Игорь Негода.